Ростки рыночной экономики и добрые, и вредные, не без этого, все заметнее становятся в нашей жизни. О переменах к лучшему репортажи наших корреспондентов в Ставрополе и на Урале. Памятник академику Игорю Васильевичу Курчатову в центре этого до недавних пор так называемого закрытого города Челябинска-65 установлен не случайно. Под руководством ученого в послевоенные годы именно здесь, на этом пятачке уральской земли создавался атомный щит страны. И вплоть до последнего времени производственное объединение «Маяк», одно из самых крупных в стране оборонных предприятий, выполняло исключительно военные заказы. Но вот ситуация меняется. Один за другим остановлены пять реакторов по наработке оружейного плутония. Однако безработица атомщикам не грозит. Просто теперь им приходится менять профессию. На приборном заводе освоили выпуск различных средств контроля за технологическими процессами в нефтяной, газовой, химической и даже пищевой промышленности. Разработаны оригинальные комплексы дозиметрического контроля, не имеющие аналогов в мире. А в этом цехе наладили производство телескопических антенн и печатных плат для Кыштымского радиозавода. На ремонтном механическом заводе освоен выпуск пастеризационных ванн для молочной промышленности. В прошлом году в разные районы страны уже отправлено 600 таких емкостей. Еще одно направление, очень интересное, я считаю, направление целой подотрасли в министерстве, это развитие приборов и систем на волоконной оптике. Здесь завязан целый ряд предприятий министерства, ряд предприятий в Челябинской области. А нашему предприятию в этой программе отведена роль изготовителя оптического волокна и кабель. Ну, надеемся, что у нас это получится. Продолжение следует...